В эфире телеканал Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И вначале коротко об основных событиях. В Георгиевском храме города Видное отметили престольный праздник. О, Господи, Сын, и 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 Сын. День весны и труда совпал с началом летнего сезона в городских парках. Всегда любил этот праздник и сюда пришел для того, чтобы в очередной раз встретить 1 мая здесь. В 19-й раз в муниципалитете прошел конкурс прикладного искусства «Пасхальная радость». Дети рассказывают своими работами о том, что Христос воскрес. А эти слова звучат во все времена. Не успел смолкнуть пасхальный колокольный звон, как вновь прихожане собрались в Георгиевском храме города Видное на божественной литургии, посвященной памяти Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Для главного видновского храма это престольный праздник. Анастасия Воронина продолжит. День Великомученика Георгия в Видновском крае приобрел особое значение. Престольный праздник Центрального Георгиевского храма традиционно открыл торжества, связанные с празднованием Великой Победы. Почтить память заступника русской земли на божественной литургии собрались прихожане храма. Не случайно Георгий Победоносец является покровителем русского воинства, с чьей помощью осуществилась наша победа над фашисткой Германией. Ведь именно в день памяти святого Георгия прозвучал последний выстрел. Нам завоевали мир, победу, радость, детство хорошее. В общем, благодаря тем людям, обязательно праздник надо помнить и чтить. И новому поколению обязательно нужно это напоминать. Георгий Победоносец с Днем Победы тоже ассоциация такая. Победа над злом. Богослужение, которое совершил настоятель храма, протеерей Михаил Егоров, продолжилось крестным ходом. А после на Аллее Славы местные жители вместе со священнослужителями и представителями районной власти память погибших в разных войнах почтили минуты молчания и возложили цветы к вечному огню. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Видное ТВ. До главного праздника нашей страны, Дня Победы, остаются считанные дни. Чтобы потомки помнили о великом подвиге, в Ленинском районе с начала мая проходит множество памятных мероприятий. Не стало исключением и деревня Дыдылдина, где почтили память павших в боях возложением цветов к стелле погибшим землякам. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. На обелиске фамилии 57 местных жителей, так и не вернувшихся с войны. Доброй традицией стала возлагать цветы к стелле в преддверии Дня Великой Победы. В День Святого Георгия Победоносца в деревне Дыдылдина почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. У стеллы воинам, защищавшим родину от немецких фашистских захватчиков, собрались местные жители, ветераны, представители общественных организаций и власти. Народ, освободитель принес многим другим народам, русский народ, советский народ принес и свободу, и независимость, и все остальное. И вот сегодня, если мы не будем сами этого помнить, если мы не будем отдавать дань памяти, если мы не будем воспитывать свою молодежь, то страшно вообще подумать, чему мы можем пройти. Многие из присутствовавших вспоминали своих дедов и прадедов, участвовавших в сражениях. Ведь так или иначе, каждую семью коснулась война. За годы Великой Отечественной на фронт было призвано почти 33 тысячи наших земляков. Каждый третий житель Ленинского района пал на полях сражений или пропал без вести. Настоятель Ильинского храма Вадим Муратов почтил память погибших пасхальной молитвой. В мероприятии традиционно приняли участие и ученики Калининской средней школы, а также члены оборонно-спортивного клуба «Ратник». Для меня это очень важная дата, потому что мой прадедушка тоже воевал в Великой Отечественной войне, погиб там. И я считаю, что очень важно, чтобы помнили эту дату, чтобы не повторялась история заново. Всем погибшим за родину, всем с победой вернувшимся, всем ковавшим победу в тылу и подполье, всем известным и неизвестным героям. Слава! Обелиск находится на границе двух городских поселений – Горки Ленинские и Видное. Традиционно это место поклонения жителей не только самой деревни Дыдылдина, но и соседних Таблова и Пуговичина. Сергей Кубрак часто приходит сюда почтить память своего деда Егора Кокарева. Он с этой деревни, с Дыдылдина, ушел на фронт в 41-м, так и не повидавшись с родными, забрали его с полей, с колхозных полей и все. Он даже не зашел домой, не попрощался. Похоронка пришла на него, не похоронка, а он, получается, без вести пропал. Бумага пришла в феврале 42-го года. С каждым годом становится все меньше свидетелей тех страшных событий. Поэтому так важно передавать правду о войне подрастающему поколению, считает Валерий Цаповский. Мы рассказываем о том, как это было на самом деле, чтобы дети знали всю правду о войне и чтобы они уже в детские годы получали прививку от фашизма. Кобелиску приходят не только в канун 9 мая. Цветы, благодарные потомки, несут сюда круглый год. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное 2. Одним из главных событий в дни празднования Дня Победы уже традиционно становится акция «Бессмертный полк». Она проходит не только в России, но и по всему миру. В Видном «Бессмертный полк» впервые прошагал по советскому проезду в 2015 году. Мы поговорили с человеком, который стал его инициатором. Ко встрече со съемочной группой семья Вагинах подготовилась основательно. На столе документы, боевые награды, фотографии военных лет. Все они бережно хранятся в семейном архиве. Это вот портреты наших родных, участников Великой Отечественной войны. Вот слева находится мой отец, Вагин Евгений Петрович, рядовой. Он воевал на Курской дуге. В пятый раз в этом году в Видном пройдет акция «Бессмертный полк». Александр Евгеньевич вспоминает, что в первом «Бессмертном полку» участвовало не больше 200 человек. А сам он принял решение стать координатором акции, как только узнал о ней. Зашел на сайт, и там была инструкция, как стать координатором «Бессмертного полка». Я заполнил анкету, отправил им туда документы, ну то есть все, все, все сделал, чтобы... И они мне прислали удостоверение, что я координатор «Бессмертного полка». А это было вот в далеком 2015 году. Естественно, именно члены семьи первыми поддержали инициативу Александра Евгеньевича. Тем более, что акция «Бессмертный полк» стала органичным продолжением семейных традиций. С детства мы знаем, что дед воевал. Ну, мы, конечно, с ним не встретились. Я родилась в 89-м году, в 86-м году его не стало. Но мы чтим традиции, любим входить на «Бессмертный полк». Нам это очень нравится, мы приучаем своих детей. Действительно, даже самые младшие члены этой семьи знают историю своих прадедов. А что у нас вот здесь вот на столе лежат? Ты знаешь, что это такое? Да, это моего дедушки папа. Он воевал на войне. И он очень хороший, что он воевал на войне за всех нас. Сейчас любой, кто решит принять участие в акции «Бессмертный полк», может обратиться в многофункциональный центр «Мои документы», где специалисты помогут распечатать и заламинировать фотографию фронтовика. А в 2015 году на помощь, опять же, пришла семья. Отец, когда узнал об этой акции, о том, что проходит в многих городах, он попросил, ну, ему нужно было место, где бы, куда бы люди могли прийти и узнать информацию. Он обратился к нам в библиотеку. Я работаю в центре библиотеки. И наше руководство очень поддержало и разрешило сделать там штаб «Бессмертного полка». И у нас приходили люди, которым распечатывали фотографии, увеличили с маленьких вот этих вот военных, которые осталось, чтобы было с чем пойти, чтобы на память осталось. Отдавая дань традиции, Александр Евгеньевич со своей семьей из года в год выходит с портретами, сделанными четыре года назад, еще раз вспоминая славных родственников, воевавших за победу. И в этом году в городе Видное акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая. Шествие пройдет по советскому проезду. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Праздник весны и труда в городе Видное сопровождало сразу несколько событий. В Центральном парке города торжественно открыли парковый сезон, а у кинотеатра «Искра» состоялся концерт. На местах первомайских празднеств побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. Первомай отмечается в разных странах мира. Это праздник весны и солидарности трудящихся. Видным он начался в Центральном парке, где вместо обычных посиделок проходили бодрящая зарядка и увлекательные игры. В этот день здесь был открыт летний парковый сезон. Всегда любил этот праздник и сюда пришел для того, чтобы в очередной раз встретить Первомай здесь. Праздник заходишь, сразу погружает в атмосферу такую позитивную, очень летнюю. Дети участвовали в конкурсах, а родители наблюдали за ними и отдыхали после трудовых будней. Гости парка смогли совместить приятное с полезным. Хорошая погода, соответственно, времени для того, чтобы гулять не так много, а тут как раз выходные, поэтому решил использовать это время. Фестиваль по случаю открытия паркового сезона назывался «Вкус детства». Директор Видновских парков Григорий Авдеев объяснил, с чем связано такое необычное название. Мне кажется, он у каждого свой, в зависимости от времени, воспитания и так далее. Поэтому говорю, у кого-то это может быть мороженое любимое, у кого-то может быть какое-то пирожное и так далее. Поэтому мы постарались здесь создать те условия, чтобы каждый, вне зависимости от своего возраста, мог вспомнить тот прекрасный вкус детства, который его отцепляет с теми сладкими временами. В этот день каждый мог окунуться в детство и вспомнить самые беззаботные годы. К тому же заработали аттракционы. Открытием паркового сезона День весны и труда только начинался, а уже здесь, в кинотеатре «Искор» проходит главная часть праздника, как и положено с игровой программой и концертом. Началось все с творческих мастер-классов, которые предваряли концерт с участием местных коллективов. Желающих научиться создавать цветы из креп бумаги и раскрашивать различные фигурки было много. Еще больше оказалось тех, кто принял участие в веселых играх. Такие праздники особенно нравятся родителям, ведь для их детей это большая радость. «Иднам» всегда отличается тем, что для детей все делают. Ну, как бы, все праздники, каждый праздник, он проходит просто великолепно. Настроение хорошее, погода хорошая. Все замечательно, всем нравится. Деткам главное, что интересно. С днем весны и труда жителей поздравил глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Он отметил, что в год 90-летия Ленинского района праздник имеет особое значение, а также передал поздравления от главы муниципалитета. Вместе с вами мы надеемся, мы наш город превратим в настоящий, красивый и благоустроенный, как когда-то было. Сегодня, конечно, он разросся в несколько раз, но мы стараемся каждый уголок земли не оставлять без внимания. Праздник весны и труда завершился концертом, в котором выступали вокальные и танцевальные коллективы. Всем известные песни жители подпевали хором, а кто-то даже пускался в пляс. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ». Сиреневая аллея в «Видном». Наш мобильный репортер Ирина Алексеева прислала видео с высадки кустов сирени в жилом комплексе «Видный». Работники Московского коксогазового завода выступили с инициативой благоустройства и озеленения ближайшего к заводу микрорайона. Заводчане вместе с представителями администрации Ленинского района и активистами Всероссийского общества охраны природы посадили более 46-летних саженцев сирени. Уже в следующем году кусты покроются цветами, высаженная сирень нескольких видов и будет радовать жителей своим разноцветием. В Ленинском районе проживает много талантливых детей, а развивают свои творческие способности они благодаря большому количеству творческих студий, дополнительного образования и их традициям. Уже почти два десятилетия каждую весну в муниципалитете проходит конкурс прикладного искусства «Пасхальная радость». На чествование победителей фестиваля побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В кинотеатре «Искра» состоялось подведение итогов и награждения победителей 19-го открытого районного конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость». В фойе развернулась выставка, где все пришедшие могли увидеть более 640 работ участников. Картины и поделки были представлены в номинациях, так или иначе объединенных пасхальной тематикой. Это русские традиции празднования Святой Пасхи, евангельская история, дела добра и милосердия в пасхальную неделю и другие. Очень важно, чтобы она была аккуратно сделана, чтобы радовало глаз. Все-таки пасхальная радость – это веселье, радость, несмотря на то, что такие евангельские истории, которые были печальными, глупыми, но все равно воскресенье, Христос воскрес. В состав жюри входили педагоги школ, преподаватели Центра детского творчества «Импульс» и, конечно, священники видновского благочиния. Дети рассказывают своими работами о том, что Христос воскрес, а эти слова звучат во все времена. Уже 2000 лет человечество говорит, приветствует друг друга этими словами, словами о победе жизни над смертью. Это никогда не будет неактуально. Участники конкурса черпали свои идеи в священных писаниях, а также в разговорах со своими преподавателями и родителями. Стоит отметить, что в этот раз в пасхальной радости приняли участие 65 учреждений, что больше, чем в прошлом году. За экспозицией с интересом наблюдали гости фестиваля. Мы не первый раз приходим на выставку, участвуем в этих выставках, потому что у меня внучка занимается в кружке. Очень красиво все, очень много поделок. Детей очень много талантливых. Видновчанин Влад Чавелев признался, что работа над картиной не была легкой, тем приятнее занять почетное второе место. Это вот моя картина, я ее рисовал на Пасху. Там сказано про Христа, когда ангел открыл его могилу, тогда девушки пришли его бальзамировать. Он сказал, что Христос выжил, возгодился. 25 человек получили высшую награду фестиваля – Гран-при. После того, как всем вручили дипломы, для собравшихся в зале был показан спектакль «Как перевоспитать царевну». Всю постановку, включая создание декораций, осуществили воспитанники и педагоги Центра детского творчества «Импульс». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 7 мая, ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Температура плюс 23 градуса. Без осадков. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова